Именно эта банкнота была найдена из оборота, ребята. КГБ гоняло. А вот, гляньте, у меня пять купонов есть. Односторонние. Вы не встретите подобную монету. Я много чего интересного накупил. В этом выпуске мы посетим встречу коллекционеров в Харькове. Ну что, поехали? Сколько стоит такое? Такое стоит 700. Дерево, денежное дерево. Ауэ большое. Большое, это из цельной доски сделано. 2200. Первый стенд, с которого мы начинаем. Что у тебя нового? Какие у тебя новинки, старинки? Какой-то жетон, ну прям такой супер старый. Рабочая крестьянская красная армия. Это кто у нас? Пантикопия, что ли? Ух ты. Патина, конечно, такая, не новенькая монета. Новая, новая. Все оригинальное. Сколько денег стоит? 2000 рублей. Демократичные цены. Так, гляньте, кого я увидел. А это же лавка удовольствий. Привет. Давай, бери. Привет. Привет, Лев, как дела? Ну что-то супер. Кто-то еще по 30. У тебя интересного? Посмотри. Не снимай, что почем я беру. Что с этой монетой? 1065. То есть мы видим какая-то такая вот след, да? Это... Это не то, что раскол, а кусочек металла отстал, а потом при ударе собрали вместе. При ударе он ее бы соединил. Да, да, соединил. Я думаю, это единственная монета... С таким браком. То есть на самом деле бракованные монеты, они чем уникальны, что такой брак сложно повторить. То есть он вот так штемпель стал, бам, все. Их не так очень много было, тем более дошли до нашего времени. Они могут быть только у коллекционеров. У нас все их нет. Ага, но их все равно, у нас еще там копаные, посмотрите, до нашей. Нет, это не копаные. Это у меня находится треслет, это не копаные. Эти позиции очень интересны. Но они интересны необычным людям. Простой человек никогда не обратит внимания, ему до фени, ему колбасы поесть. А коллекционер, который собирал когда-то, видел в ней изюминку. И эта изюминка в данный момент, в данный момент стоит денег. А сколько стоит такая монета? Тысячу гривен она стоит. Тысячу гривен она стоит. Вы не встретите подобную монету. Не встретитесь, невозможно. Но это надо любить монеты. Очень редко. Все написано, редшайшее. Открытое письмо, технический завод, да? Оплаты, они не дали денег. Уже пришли большевики, временное проявление, у них денег нет. Пришли большевики, кончилось все. Ни мыла, ни угля. Остались только Свердловский концлагеря создавшие. И вот он. А что, какие еще у вас интересные люди есть? А вот у меня есть еще 300 лет дома Гамановой. А как можно оценить эту открытую? Оценить, а я ее ценю. Она стоит у меня, стоит. Она у меня стоит 3000 гривен. Она подлинная. Как вы определяете, что она подлинная? Я определяю. Потому что у меня находится 40 лет. Я же, я с виду не коллекционеру, так не скажу. Я собирал. Вот тут таких людей, как я, осталось 5-6 человек, еще 70-й годов. Они на улице не валялись. Мы их покупали когда-то. У других коллекционеров? Конечно. Не только у коллекционеров. Был клуб такой. Проходили люди туда. Из-под столы продавали. Потому что боялись все это продать. Дома держать. Менялись, продавали. Обычно продавали. Стоило тогда, килька стоила 30 копеек. Она открытку продавала, чтобы купить буханку хлеба. Она зарабатывала. Врач зарабатывала 120 гривен. Какой-то учитель зарабатывал. Но денег не хватало на колготки. И люди продавали. Вы знаете, когда мы начинали собирать, начинали собирать. Я помню, меня собирали. Еще когда КГБ гоняло, менты. Это серебро было. Это же богатые люди. А вот, гляньте, у меня 5 купонов есть. Односторонние. Ух ты. Купленные мною лет 15 назад в Киеве. В одном коллекционере. За 500 евро. Ой, за 500 евро. За 500 гривен. Я уже плетю. За 500 евро дороговато. 500. Вы знаете, я думаю, что она стоит не меньше. Так она и одинаковая, да? Она стоит 15 тысяч. Это непросто. Я купил коллекционера его. Для карбонцев. Для 500 гривен. 10 лет назад. А может 12. Чего? И вообще ни у кого нет. Как они ценились эти Акинаки? Сейчас они ценятся. То есть, во-первых, от длины. Потому что чем длиннее Акинак, тем сложнее сохранить его в состоянии. Потому что он подгнивает, перебивается. Прикоп его сложно достать. То есть, чем меньше, тем легче достать. Как я общался с ребятами, кто занимается копом. Я на копии ни разу не был бы. Хотя это моя мечта. Я сейчас смотрю и хочу спросить. А здесь была какая-то накладка деревьев? Нет. Вот так его его железо держали в руках, да? Да. Длина важна при покупке сейчас, например, Акинака. Его состояние, что он не сыпется. А что, такие часто находят? Почему? Не часто находят. Они есть в продаже. За сколько ты продал тот? Я не продавал тот. Ну, ты помогал продавать за сколько? Больше около 6 тысяч он ушел. Гривен, да? Да, на Виолите. То есть, технически цена Акинаков сейчас, в зависимости от состояния, это 6, 10, 12 тысяч, в зависимости от сохранности. То есть, это очень дешево, как бы то, что сейчас в такую вещь мы будем дойти. Вот ты съездишь на коп, раз, два, три, и ты не найдешь потратить на бензин, на питание. Да, это понятно, что мы считаем. На рыбалку тоже невыгодно, если лучше купить. Да, да. Понятно. Ну, ты платишь за другое, за удовольствие поддержать такую вещь. Так, поехали. В лавку. Сейчас еще. И как завершается день похода на Харьковскую встречу коллекционеров? Конечно же, едем в лавку удовольствия к Саше. Каша! Удалось прикольное выхватить? Конечно. Я много чего интересного накупил. Много накупил монет интересных, много накупил разных тарелочек интересных, тарелочку интересную купил. Покажу тебе сейчас. Вот что я купил. Так, ну что, Саша, у нас золотишко. Да. Это 5 рублей 900 года. Ну, приятно держать. На самом деле, я когда первый раз подержал эту золотую монету в руках, она мне такая маленькая показалась. Думаю, ну блин, как же так? Конечно, это не десятка, не пятнашка, но все равно это золото, конечно, очень важное состояние. Но я вижу, что тут пока неплохо, неплохо. Запускайте цикл экскурсии в лавку удовольствия. Вот уже приезжают харьковчане в это место. Меня вообще обидно, что харьковчане и не приезжали до этого сюда, понимаете? У меня все есть, девчонки. Все есть, истории любые. У меня есть каталоги, любые книги, чтобы эту историю выучить, что это за чашка. Что за чашка? В 1896 году была коронация Николая II. И он, как наши кернесы, как наши депутаты, взял, приготовил для пенсионеров пайки. Знаешь, там типа гречка, мука, водка и тому подобное. А он взял котомочку, там была колбаса, вот эта кружка коронационная, конфеты, сладости какие-то, какой-то урюк, там изюм какой-то. В общем, для бабушек сделать. Ну, не для бабушек, просто, типа, придите, и будет вам прикол. И сделал 200 тысяч подарочных котомочек. А пришло больше ляма людей. Началась давка на Хадынском поле, и из-за вот этой хрени погибло больше 2000 людей, задавили друг друга. Некоторые умирали стоя просто в давке. А всего было 30 платок раздачи. И они испугались, начали швырять народ, типа, ну, отвалите. Оно еще сильнее. И, короче, интернета ж нет, Wi-Fi плохой. И люди хотят своих собрать, тех, кто знал, что туда пошел. Ну, большинство ж, ну как, моя мама вообще не знала, где я шарохов с целыми днями, откуда она знает, что я туда пошел. И многие люди, ну, не опознанные, лежат трупы. И этот приказал их быстро убрать, похоронить. И кто успел своих выхватить, выхватил. А кто нет, короче, куча людей погибла, чтобы получить вот эту штуку. А еще меньше было для, она такая фарфоровая, для тех, кто стоял в охране. А их там тоже мало людей было. И тоже не достались из-за вот такого штука. Вот такая есть вещь, представляешь? То есть вот это люди сохранили, она уже облученная. Но, тем не менее, история. Вот такая банкнота, смотрите, это сразок 200 гривен. Но в чем особенность? В том, что именно эта банкнота была найдена из-за оборота, ребята. То есть кто-то ее потратил, и она ходила. Вот, это необычная история. Ну, на самом деле, думаю, в какой-то терминал ее могли засунуть, потому что люди однозначно бы увидели такую надпись и не приняли. И идут очень, видите, какой номер банкноты. Вот, а так в терминал, скорее всего, могли додать. И вот эти банкноты, которые с какими-то номерами, их обычно, если утрачивали, списывали и списывали в стоимость номинала банкноты. То есть, но есть банкноты, которые чуть дороже ценятся, на которых нет номера, и они, бывает, продаются, в особенности состояния, то еще дороже.